Дорогие друзья, предлагаем вам познакомиться с книгами современного российского писателя Олега Роя. Именно он придумал популярные сказочные вселенные, приключения Лёшика, Джинглики, Дракоша Тоша, Сказочный патруль и Мечтатели. Дети и их родители называют прозаика волшебником. Его красочные и необычные миры увлекают даже тех малышей, которые не любят читать. Одна из серий книг посвящена очень необычным героям, сказочным человечкам Джингликам. Кто же они? Джинглики – это маленькие веселые человечки, похожие на колокольчики. Так о них говорит сам автор. Они живут в уютных домиках в своем сказочном лесу. С джингликами все время приключаются какие-то интересные истории. Неожиданно для себя они оказываются втянуты в невероятные приключения. У джингликов все как у людей, хотя ростом они меньше ладошки. В их чудесной стране не бывает зимы. На огородах растет капуста и салат. Клумбы украшают красивые цветы и они могут переговариваться между собой. А еще у джингликов есть море, горы и настоящий город с красивыми и аккуратными домиками. А какие красивые имена у джингликов? Манюня – лучший в мире кулинар. Фрося – очень красивая и вежливая девочка. Панкрат – в нем много килограммов добра и мудрости. Фидюня – маленький джинглик, но большой озорник и затейник. И Бедокур – опытный нарушитель порядка и непревзойденный хулиган, постоянно ищущий острых ощущений. Девиз Бедокура – не дня без приключений. Если где-то существует красная кнопка, на которую нельзя нажимать, будьте уверены, Бедокур приложит максимум усилий для того, чтобы до нее дотянуться. Поэтому, когда Ваня создал для коти журналистки, неутомимо ищущие сенсации робота-уборщика, и строго-настрого запретил включать запретную кнопку, рядом очутилась животинка, и его лапка сама к ней потянулась. А что из этого вышло, читайте в книге «Пылесос разбушевалку». Кто же не любит праздники? Вот и джинглики однажды решили устроить грандиозный праздник. И не на один день, а на целую неделю. Каждый обещал приготовить для друзей что-то вкусненькое. И все бы хорошо, пока не пришел черед бедокура. Все же знают, что бедокур и порядок – понятие несовместимое. Поэтому пустить бедокура на кухню гораздо хуже, чем козла в огород. Про джингликов можно не только читать, но и вместе с ними познакомиться с алфавитом. Изучать азбуку легко, если вам помогают веселые человечки-джинглики и проказливые животинки. Читая забавные стихи, разгадывая загадки, придуманные мудрым панкратом, ребенок и сам не заметит, как играючи освоит все буквы. Добро пожаловать в волшебный мир джингликов. Изучать азбуку с ними весело и приятно. Серию книг «Сказочный патруль» Олег Рой пишет по мотивам популярного мультипликационного сериала для девочек. События книг происходят в небольшом городке Мышкины, где каджеты XXI века вполне мирно сосуществуют со сказочным лукоморьем, лешим и другими волшебными персонажами. Участницы «Сказочного патруля» постоянно попадают в самые невероятные истории и с честью выходят из них благодаря своей дружбе, умениям и слаженной командной работе. Все книги цикла описывают жизни и приключения четырех девчонок, живущих в Мышкине. Аленка родилась и всю жизнь прожила в городке, поэтому знает о нем и его жителях абсолютно все. Снежка – одна из девочек с волшебными умениями. Она умеет управлять снегом и морозом. Варя – еще одна волшебница, которая умеет управлять ветром. Ну а Маша, ее волшебное умение заключается в управлении растениями, которые могут выручить волшебниц в самый ответственный момент. И вот совершенно неуловимое привидение завелось в Мышкине. Чего оно только не натворило, терроризируя весь город. Черный кот не справился с хулиганом. Придется браться за дело четырем юным волшебницам из сказочного патруля. Вот только удастся ли им одолеть врага? Если ты любишь сериал «Сказочный патруль», тогда эта книга для тебя. Ведь в ней самые новые невероятные приключения девчонок из команды. Никогда еще им не приходилось попадать в такие серьезные неприятности. В необыкновенном городе Мышкино, где волшебство тесно переплетается с реальностью, открылся новый магазин игрушек. Однако вскоре после этого из города исчезли веселье и задорный детский смех. Связаны ли два таких непохожих на первый взгляд события? Девчонкам из команды «Сказочный патруль» предстоит раскрыть ужасную тайну. «Свет, мой зеркальце, скажи». Третья книга, написанная Олегом Роем, про мультсериал «Сказочный патруль», выпущенный издательством «Эксмо». Кто же самый красивый из команды «Сказочного патруля»? Возможно, смелая Варя? Или загадочная Маша? Или романтичная Снежка? А может, веселая Аленка? Да. Девчонки никогда не задумывались над этим и жили дружно до тех пор, пока не оказались перед волшебным зеркалом. Выдержит ли их дружба новое серьезное испытание? Мороженого много не бывает. Однажды в сказочный город Мышкин переполошило известие о том, что кот-ученый стал продавать в кафе «Лукоморье» мороженое. Каких только видов этого лакомства у него не было. И с ягодами, и с дыней, и с мятной жвачкой, и даже со вкусом пиццы. Девочки из «Сказочного патруля» сразу догадали, что у кота есть какая-то тайна. Но никто из них даже вообразить не мог, сколько неприятностей может принести обыкновенное мороженое. Любимые истории – это книга Олега Роя, которая предназначена для маленьких поклонников мультсериала «Дракоша Тоша». В книге рассказывается о приключениях уже полюбившихся героев – дракоши Тоши, Яши, Няши, ну и других. Им предстоят новые невероятные знакомства и путешествия в волшебную страну. Как и другие книги о Тоши и его друзьях, любимые истории наполнены яркими красивыми иллюстрациями в том же стиле, что и одноименный мультфильм. Добрые, смешные герои не только развлекут, но и научат, как правильно себя вести, помогут преодолеть страх и победить собственные капризы. Осторожнее с мечтами. Эта книга Олега Роя уже относится к жанру фантастики и фэнтези. Где-то далеко-далеко от нас вращается по своей орбите Дримленд – планета мечтаний. Ее обитатели, похожие на маленьких игрушечных монстриков, собирают мечты землян, очищают их и пускают в продажу. Захотел Дримлянин что-нибудь – выпил мечту и, пожалуйста, она исполнена. Но что, если тебе попалась просроченная мечта? И всегда ли исполнение мечты приносит желаемый результат? Иногда проблем выходит больше, чем удовольствие. Отсюда и название книги «Осторожнее с мечтами». Каждая книга Олега Роя – это отдельная, интересная, красочная и добрая история. Это удивительно красивые, яркие и необычные по оформлению книги для детей всех возрастов. Великолепные иллюстрации, качественная бумага, а главное истории – добрые, веселые и очень светлые. Все представленные книги с нетерпением ждут своих читателей в Аравинской детской библиотеки номер 11.